Йо-йо-йо! Здарова, народ! Новости у меня сегодня печальные. Итак, пытаюсь зайти я на свой Авито и пишет мне следующее сообщение. То учетная запись удалена, то профиль вовсе заблокирован, вы нарушили условия использования Авито. Короче говоря, так или иначе, дела мои скверны. И на данный момент ситуация обстоит так, что утром у меня доступ был. Я брал деньги, я брал предоплаты, я должен отправлять множество мобилок. Хрен теперь знает куда, потому что все диалоги с данными по отправке у меня в Авито. И я теперь, кто-то уже перешел по ссылочке в описании, в мой телеграм с Авито. И написали типа, так, Диман Масл, мы с тобой договаривались встретиться настолько, мы с тобой договаривались встретиться настолько, вот мобилку нам нужно отправить туда-то. Короче, выходите на связь, потому что сейчас вышло процентов 15 людей на связь, а остальные, я просто не понимаю, приедут они, не приедут, может они уже приехали, я стоял под крыльцом, мокнул, ждал, никого нету, блин, может они просто испугались ехать, потому что им пришло сообщение о том, что мой профиль заблокирован и не рады совершать со мной сделки. Возможно, у меня будет новый профиль, возможно, я восстановлю этот профиль, пока что не знаю, как будут обстоять дела, но суть в том, что сейчас все общение со мной происходит в телеграме. И люди, которые оплатили мобилки и ждут отправки, то, пожалуйста, пишите мне в телеграм. Нет, мне там не нужны мошенники, которые сейчас будут делать вид, что это они оплатили мобилки, поэтому вы мне обязательно скидывайте скриншоты чеков, которые вы оплатили, и подтверждайте делом то, что вы реально купили этот телефон, и все. Так, значит, а чтобы это видео не было скучным, я сейчас буду делать следующее. Смотрите, это мой пятый фолд, который ничем не отличается от четвертого, но, в принципе, он неплох, поэтому я обновился. Значит, что я буду делать? Значит, смотрите, у меня на этом экране пленка, и я всегда на фолдах использовал пленку, но видите, в чем ее проблема? Она как-то вся засаливается, она какая-то мягкая, вот так ногтем один раз провел, уже, ну, на самом деле нет, но вообще какие-то вот вмятины, вот здесь, видите, например, какая-то линия, какая-то вмятина на ней появилась. Короче, пленка это такое, такое себе дело. То ли дело доме глаз. В комплекте было два штуки, и стоило это пять тысяч рублей. Вот сейчас я попробую это доме глаз, второе, наклеить сюда. Надеюсь, не облажаюсь, и расскажу вам о своих эмоциях. Итак, погнали. Значит, смотрим, что у нас здесь имеется в комплекте. Доме глаз, черт подери, пять тысяч рублей за упаковочку. Как ее открыть сначала, надо понять. Судя по всему... А что, она запечатана, что ли? Она что, новая? Я думал, там одно уже достали. Нифига, походу новая. Да ёп, давай. Нифига, походу их два, народ, сдуреть. Просто сдуреть. Два, это же прекрасно. Хорошо, отставляем одно на потом. Так, что у нас тут в комплекте? Тут что-то, блин, сдуреть. Я даже не знаю, посмотрите, какая надежная упаковочка. Сайт, фаст слайд, слайд. Чего, блин? Пока непонятно. Ладно. И чё это? Тут просто ничего нет. Ну, как бы, какая-то пенопласт. И здесь просто пленка. Может, это всё-таки одно использованное, а второе не использованное? Ну, подождите. Может, упаковка была и не запечатанная, а я такой тупой. Ну-ка. Да. Вот здесь оно есть. Да, здесь есть стекло во второе. Значит, всё-таки только одно. Жалко, жалко. Ну, ладно. Так я и ожидал. Так. Как это открывать? Фаст слайд. Инструкция какая-то, блин, есть нормальная? Сарена разберёшься, народ, я вам отвечаю. Вот оно, стекло, вот здесь лежит. И что? Мне что, просто оторвать его так приделать? Да ну нахрен, это какая-то жесть. Но я думаю, что всё-таки надо его достать. Думаю, что вот это вот, это вот тут какие-то слайды, чё-то, что? О, ахрен его нам надо, мы так не делаем. Это дичь какая-то. Нет, может я и не прав, конечно. Ну, вот оно, стекло. Всё, что мне нужно, это его положить. Так, подходит ли оно к этому чехлу для начала, надо понять. Значит, смотрите, к чехлу оно подходит. Я смогу наклеить его так, чтобы рамка чехла его не задевала. Ну, нужно просто фронталку, значит, вровно засунуть и сделать небольшой отступ. В принципе, должно быть всё окей. Ну, ладно, я примерно понял. Значит так. Отклеиваем вот эту херню. Ну, сдуреть приклеилось. Никак. Вровно норм. Протерём. Так, тут у нас плёнка. Ну, я её сейчас сниму и всё, даже, наверное, не буду. Это будет как мой центратор, короче. Да. С какой она стороны? С этой. Так, значит, ну-ка ещё раз примеряем. Так. Ну, в идеале, значит, мне нужно, чтобы оно по грани плёнки и легло, походу. Нет, тут, наверное, знаете, без этого не обойтись. Сейчас, наверное, в первых, нужно снимать с другой стороны, потому что у меня небольшой наклончик тут есть. Что вообще видно? Ну, вот так видно вам будет. Окей. Значит, всё-таки придётся всё делать последовательно. Убираем тухленькую плёнку. Тухленькой плёнкой убираем грязь, которая осталась... ...по периметру. А, мрак. Достанем всё-таки вот это вот фигню, походу, это нам поможет. Очень жалко будет 2500 сейчас, чтобы прахом пошли, да? Так, 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 так. Ну, норм. Только теперь всё в пылье, блин, вонючий. Тупые наклейки, которые отдираются вместе с подложкой. А, мрак. Да уйди ты. Вроде всё чисто. Нет, нет, нет! За что? Да ну нахрен, блин. Ну, теперь, наверное, рамка хрен подойдёт. Ну, давайте попробуем. Может быть, как раз. О, подойдёт! Ну, криво, конечно. Но он не по размеру ни хрена. Да, вы посмотрите. Ну, в принципе, вышла норм. Лучше бы и не было. Можно было чуть сместить влево. Но, в общем-то, здесь что с этой стороны будет челия чехла. Что здесь, снизу, блин, подбородок, сверху ещё много места. Но меньше, чем экран, как сдуеть. Но я доволен. Я доволен. Пойдёт. Я туда пальцами всё равно не лажу. А так скользкая, приятная. Ништяк. Заклеилось, главное, хорошо. Без вот этой всей херни. Один пузырёк, одна пылинка, конечно, осталась вот здесь. Которая... Со всем моим желанием не вывести. Ну и ладно. В остальном норм. Лучше, чем плёнка. Я доволен. Пойдёт. Могло быть и хуже.